Жители Клистовки не только ждут завершения строительства новой гимназии. Напомним, тут будет возведен трехэтажный корпус общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, в том числе библиотека и читальный зал с зонами отдыха, три спортивных зала с инвентарем и актовый зал со сценическим оснащением. Пользоваться этими благами и параллельно грызть гранит науки будут 825 учеников. Снаружи планируется благоустроить территории с мини-футбольным полем, площадками для баскетбола, гимнастики для выполнения норм ГТО, подвижных игр, беговыми дорожками и лавочками для отдыха. Стоимость строительства свыше 650 миллионов рублей. Но к июлю выяснилось, что этой суммы не хватает, так как новые требования законодательства диктуют свои условия. Дополнительные деньги нужны на устройство эвакуационной системы, антитеррористическую защищенность и к тому же увеличилась стоимость оборудования в спортивных залах и компьютерной технике. На все про все требуется ни много ни мало 25 миллионов рублей, но появилась возможность привлечь эту сумму на условиях софинансирования из края, то есть из местного бюджета на работы нужно выделить более 5 миллионов рублей. Есть возможность привлечь деньги, в любом случае давайте их привлечем и однозначно направим только на те мероприятия, которые по факту нужны к выполнению. Именно эту сумму и запросили у депутатов сотрудники администрации. Читаем пояснительную записку. Непредвиденные работы по устройству каркаса, электрокабели от границы земельного участка до здания школы, увеличение затрат на приобретение парты стульев и многое другое. Стоимость парты, которая заложена в проектно-сметной документации, там составляет 1800 рублей. Сейчас, если мы хотим купить современную ростовую мебель, самая дешевая парта стоит 8 тысяч рублей. И реально мы-то хотели приобрести вот такое, современное, яркое и красочное. В итоге депутаты единогласно проголосовали за выделение необходимых средств. Сейчас самое главное, чтобы все сработали четко и школа была сдана в срок. Напомним, что окончание строительства нового корпуса гимназии по контракту – ноябрь 2021 года. Вместе со всеми этого дня ждут Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и вся телекомпания «Соль-ТВ».